От середины беговые упражнения до столба напротив. Руки за спину, заклёстом голени марш. До столба, через дерево, налево. Пока такой навигацией пользуются тренеры. О новом спорткомплексе здесь мечтают давно и уже распланировали, как удобно будет заниматься на оборудованных беговых дорожках. На территории 20-й школы расположились несколько полей для уроков физкультуры. Но как только пойдут дожди и градус спадет, всем придется отправиться в спортзалы. Там и масштабы для игр другие. Да и инвентарь с 1979 года просит ремонта. С тех пор реконструкции спортивных сооружений в школе не было. И, соответственно, два спортивных зала, которые у нас есть в школе, они не могут в полной мере обеспечить нам выполнение трехчасовой программы, которая сейчас требуется по федеральным государственным образовательным стандартам и внеурочную деятельность. Поэтому строительство этого комплекса, оно, конечно, жизненно необходимо. Крытый спортивный комплекс с площадью 800 квадратных метров планируют возвести на территории, которая практически не востребована на школьном дворе. Место под будущую постройку показывают губернатору Краевеня Мину Кондратьеву. Мэр краевой столицы Евгений Провышев докладывает, спорткомплекс сможет работать сразу на две школы – 20-ю и соседнюю – 37-ю. Таким образом, руководство школ полностью закроет федеральную образовательную программу по физкультуре. О необходимости центра главе региона рассказывают и самые юные заказчики. Когда зима приходит, где занимаетесь физкультурой? В спортзале. А все помещаетесь в спортзале? Да. Все помещаетесь? Да. А когда уроки заканчиваются, чем занимаетесь? Учим, ходим домой и учим уроки. А кто-нибудь в спортивные секции ходит или нет? Я. А куда вы ходите? Плавание. Так. А вот если рядом здесь, во дворе школы, появится спортивный комплекс, в него будете ходить? Да. Тогда договорились. Я думаю, он появится. И директор школы ваша хочет, и глава города очень этого хочет, Ивелий Алексеевич Первышев. А вы тоже, значит, их поддерживаете? Да. Тогда договорились. Выиграют от строительства спорткомплекса не только школы, но и жители близлежащих многоэтажек. По проекту в будущем центре смогут круглогодично заниматься не только ученики образовательных учреждений, но и местные жители. Для них будут работать спортивные секции по разным направлениям. Что очень кстати, учитывая плотные застройки в Комсомольском микрорайоне, где находятся школы. Глава региона акцентирует внимание на том, что физкультурно-оздоровительных центров на Кубани должно становиться больше. Муниципалитеты обязаны выделять свободные участки под спорт-объекты возле школ. Важнее, чтобы мы все-таки дошли до тех детей, которые не имеют школы рядом, спортивной площадки тоже нет. Поэтому давайте ищем максимальную возможность многофункциональной открытой спортивной площадки в городе, конечно, понастроить. С параллелем эти все направления. Это обязательное требование. Создание здесь спортивного комплекса, малобюджетного, безусловно, не снимает ни в коем случае дефицит тех спортивных площадок, которые существуют сегодня в городе. Ни в коем случае не снимает. Поэтому темпы, наоборот, только набираем. Эта площадка станет первым в Краснодаре спортивным комплексом на территории школы для полноценных занятий физкультурой. В будущем к ней присоединятся 84-я школа и 4-й лицей. При этом во всех образовательных учреждениях продолжат работать стадионы и тренировочные площадки. Любовь к спортивному образу жизни будут прививать со школьной скамьи.